Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 кудок, 495 и телефон 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу участвовать в нашем разговоре. Сегодня 1 ноября, по новому стилю, день рождения святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. И тоже день рождения сегодня святого Иоанна Кронштадтского, праведника. И тоже день рождения в 1578 году князя Дмитрия Пожарского. И хотя церковь чтит не дни рождения, а дни святой кончины, святого подвига или перенесения мощей и прославления, но мы все-таки скажем два слова о князе Пожарском. Елизавета Федоровна и праведник Иоанн Кронштадтский прославлены в реке святых, а вот о князе Дмитрия Пожарском мы можем служить, заказывать панихиды и, конечно, обязаны чтить и помнить его подвиг. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский родился в селе Троица Никольское близ города Владимира. Это великий вождь русского народа, прекративший смуту. За свои подвиги он получил чин думного боярина. Князь Пожарский и гражданин Минин с дружиной сломили сопротивление поляков и крепостных стен Китай-города, ворвались в Кремль и выгнали захватчиков. Это событие тоже произошло 1 ноября по новому стилю в 1612 году. Умер князь Дмитрий Михайлович Пожарский в Москве в 1642 году, похоронен в Суздале. Мавзолей Дмитрия Пожарского в Суздале разрушен, к сожалению, в 30-е годы XX века. Кагановичу понадобился мрамор для строительства Дворца Советов, но памятник Дмитрию Пожарскому и Казьме Минину на Красной площади слава Богу цел и невредим. Более того, он стал символом русского сопротивления злу в наше время. На обложке журнала наш современник тоже с 90-го года Минин и Пожарский, и они призывают нас стоять за веру и за Русь Святую и преодолевать любые смутные и мутные времена. И сегодня еще не очень хорошая дата. 1 ноября 1955 года власти вновь разрешили, простите, аборты. Этот позор не только женщин, попавших в беду или впавших в неразумие, но и позор всего общества, позор власти. И позор этот, который даст Бог, удастся устранить, потому что впервые за всю историю уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала многодетная жена священника Анна Юрьевна Кузнецова. За свою деятельность по борьбе за жизнь нерожденных детей матушка Анна получила награды Русской Православной Церкви, медаль преподобного Сергия и патриаршую грамоту. Помоги ей, Господь, и всем русским женщинам познать престиж многодетной семьи, помочь бедным, которые не хотят рожать много детей из-за нищеты и бедности, и защитить детей от жестокости и грубости, помочь всем униженным и оскорбленным. Жизнь – это священный дар Господа Бога. Ну, а теперь я с радостью представляю батюшку, который скажет о дне памяти святых по церковному календарю и которому вы будете задавать вопросы в эфире по телефону и писать смс. Повторю наши телефоны 9595939, код Москвы 495, и для сообщений короткий номер 5522 поставьте только слово «Вера» и уже через пробел сам текст вашего сообщения. А батюшка с нами сегодня вам уже очень хорошо знаком, вы его любите и знаете. Это игумен Феофан Замесов, военный священник, окормляющий Национальную гвардию, легендарную Софринскую бригаду, и он приехал не один. С ним рядовой космических войск, соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил, рядовой Леонид Коншин. Батюшка дорогой, мы вас рады видеть, благодарю, что вы приехали с нами вечером сегодня, издалека приехали, из Софрина. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает. Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рад весьма сегодняшней встрече, всем желаю помощи Божьей, призываю Божьего благословения на всех вас. Спасибо, Господи. И Леонид Коншин, тоже поздоровайтесь, пожалуйста, с радиослушателями. Наверное, вас слушают родители, да? Да, меня слушают родители. Моя мама, брат мой, его зовут Платон, тетя, дядя, дедушка. Все меня любят, ждут, когда я приду с армии. И вы их любите? И я их люблю, конечно. Конечно. Ну, вам вопросы чуть позже, а теперь, батюшка, вот сегодня же мы в церкви поминали Иуара, да? Да, сегодня память святого мученика Иуара, одного из древних христианских святых, который жил в тот период, когда в церкви были серьезные скорби, сложности и загонения от язычников. И, тем не менее, чем более христиан истребляли, убивали, отдавали на муки, на страшные пытки, верующих становилось не меньше, а все больше и больше. Потому что первые христиане, в отличие от нас, они своей жизнью проповедовали Христа, и люди, взирая на их жизнь, на чистоту их жизни, на их подвиг, на их мученичество, хотели тоже стать подобными им, и вливались в ряды христиан. И вот святой мученик Уар, как говорит его в житии, он был воин, он был любимцем у императора, и вместе с тем он был тайным христианином. И об этом не знал ни царь, ни его сослуживцы, а святой Уар многократно посещал христианские молитвенные собрания, богослужения, и, конечно, посещал узников в темницах, в первую очередь тех, кто были схвачены и брошены туда за веру во Христа. И вот однажды он, придя к семи узникам, он узнал, что один из них умер, и тогда Уар почувствовал, что Бог освободил это место для него, чтобы он занял его место, приняв мученический подвиг. И тогда Уар объявил себя христианином, и это очень удивило и поразило и его сослуживцев, и сосудей, которые судили христиан, и, конечно, императора. Они даже отказывались этому поверить, но, увидев, что слова его истинные, непреложные, прошли в ярость, рассверепели. И тогда начали Уара предавать самым изощренным пыткам. Он же, вручив себя Господу до конца, не ощущал этих страданий и боли, потому что, когда человек в любой жизни и скорби вручает себя Господу, доверяет его промыслу, то в жизни начинает действовать сам Бог. И то, что нам кажется непосильным, невозможным, становится для человека вполне реальным. И вот тогда его тело, его рассекли на части, выболились все его утробы. И в таком состоянии он был привязан к столбу, и пять часов он еще висел живой, и, будучи в таком состоянии страшных мук, он не только не печалился о себе, а наоборот старался поддерживать и остальных, собрать и христиан, которым тоже предстояли мучения. И через пять часов он скончался, остальных шесть мучеников усекли мечом. И одна женщина по имени Клеопатра взяла тело святого Уара в свой дом. Она как бы сделала вид, что это ее муж, что это супруг, но взяла тело именно как мученика, потому что и сама она была христианка. В дальнейшем жизнь сложилась так, что ей пришлось переехать в другую местность, и она перевезла тело святого в свой дом, новый дом, и там отстроила храм. И многие христиане приходили туда, получали благодатную помощь, а когда храм этот освящали, Клеопатра весь день служила тем, кто туда приходил, чтобы с любовью и гостеприимством принять каждого человека, кто стремился поклониться мощам святого Уара. И вдруг сын ее, совсем юный ребенок, умирает. И тогда эта женщина возроптала. Как часто бывает даже у верующих людей, когда в жизнь торгается какая-то скорбь, то человек порой теряет самообладание. Хотя, казалось бы, такого быть не должно. Но это все наше немощь. И она возроптала на святого Уара, говоря, о святой Уар, ведь я почитала тебя, хранила твое тело, сделала храм тебе, а ты не сохранил моего сына. И в скорби, в слезах она уснула. И в это мгновение она увидела перед собой мученика Уара, который держал за руку ее сына. И сын ее был в удивительной одежде, а на поясе у него был воинский ремень, воинский пояс. И тогда Уар говорит, Клеопатра, знаешь ли, что я взял твоего сына туда, где ему будет несоизмеримо лучше, чем на земле, где он получит то счастье, которое на земле человек никогда не получит. Но если ты желаешь, я могу вернуть тебе сына. И тогда Клеопатра услышала, как ее сын говорит, о мать, не проси, чтобы Уар меня вернул, потому что там, где я нахожусь сейчас, мне несоизмеримо радостнее и легче, чем земной скорби. И тогда она поняла, что святой взял ее ребенка туда, где находится и он сам. И она стала проситься, чтобы возьмите меня тогда с собой. Но Уар говорит, еще не пришло твое время, но придет время, и ты будешь вместе с нами, а я пока позабочусь о твоих родителях. А родители ее были там же похоронены, и, как говорит предание церковное, они были язычники. И Клеопатра из этих слов поняла, что святому Уару дана благодать помогать не только христианам, но даже тем, кто не сподобился святого крещения. И после этого в дальнейшем сложилась в Православной Церкви молитвенная традиция обращаться о помощи в облегчении загробной участи сродников, близких людей, умерших или погибших некрещенными, именно в молитвах обращаться к святому ученику Уару, чтобы облегчить им загробную участь. И вот мы даже в нашем храме, как правило, каждое первое воскресенье читаем канон мученику Уару, как раз вот сейчас будет 6 ноября. Почему мы читаем канон? Потому что среди наших военнослужащих внутренних войск, теперь мы именуемся национальной гвардией, неоднократно были случаи, когда гибли солдаты и офицеры, по тем или иным причинам, не успевшие принять крещение. Кто-то в силу национальных традиций, кто-то, может быть, просто поварили комысты, как-то не задумывался о том, что нужно было креститься, и ушел в вечность некрещенным. И вот поэтому мы выносим мощь мученику Уару и читаем канон. Но я думаю, что не только тем, кто в наше время умер некрещенным, нужна такая молитвенная помощь. Не будет ошибкой сказать о том, что у каждого из нас, у вас, у меня, у всех, кто здесь, кто слушает нас, были и есть предки, многие поколения, уходящие вглубь веков. И среди этих предков, несомненно, были и те люди, которые жили на Руси, на русской земле в тот период, когда Русь еще не приняла святое крещение. Они в силу обстоятельств тогда были язычниками, соответственно, они были некрещенными. И поэтому, но тем не менее, они являются нашими предками, хотя нас разделяет уже время более тысячи лет. Так вот, они тоже нуждаются в нашей молитвной помощи. И поэтому многие верующие берут благословение, сорок дней дома читают канон святому мученику Ару. За своих умерших, близких, не сподобившихся, принят святое крещение, и это дает великое облегчение их душам. Конечно, слова Господа о том, что не родившись от воды и духа, не может войти в Царство Небесное, то есть, не крещеный не может войти в блаженную вечность, они эти слова остаются непреложными, но тем не менее, мы знаем, что у Бога милости много, и даже тем, кто не сподобил святого крещения, не зная о Боге, не имея возможности принять крещение по тем или иным причинам, все равно Бог по своей милости может облегчить их загробную участь. Ну и скажу буквально два слова о святом преподобном Иоанне Рильском, который жил несколько веков назад, который был великий молитвенник, истинный монах, подвижник благочестия, уже при жизни он прославился многими чудесами, и его мощи находятся в Рильском монастыре в Болгарии. И многие паломники из России, в том числе, ездят туда, поклоняются этой святыне, ну и у нас на Руси тоже издавна было поклонение этому великому угоднику Божию, но для нас, обитателей Муранова, усадьбы, этот святой близок особенно еще и тем, что он является небесным покровителем сына великого русского поэта Федора Тютчева, Ивана Федоровича Тютчева, владельцу усадьбы Муранова и строителя нашего Мурановского храма. И вот Иван Федорович Тютчев всегда чтил память своего небесного покровителя, до революции в храме была икона преподобная Рильского, и во всех дневниках обитателю усадьбы Муранова есть такая запись, что каждый год, что вот сегодня день памяти преподобного Иоанна Рильского была торжественная служба, то есть этот день всегда Муранова особенно торжественно отмечали и мы в этот день каждый год служим, чтобы почтить память и преподобного Рильского и того человека, который сделал для России немало, был сподвижником великой кинемии Елизаветы Федоровны Иван Федорович Тютчев, который был настоящий русский, православный человек, много сделал для России и он имел своим покровителем именно преподобного Иоанна Рильского, чью память мы сегодня совершаем. Спаси Господи, дорогой батюшка, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Вот в последнее время как-то очень часто можно слышать о том, что вот люди, которые были крещены неполным погружением, ну, как-то не имеют полноты такой и что требуют, в общем, как бы какого-то дополнения, таинства. Вот поясните, батюшка, даже перекрещиваются, я слышу. Да, да, даже перекрещивают, но мне кажется, мне кажется, что это, конечно, не совсем правильный подход. Я думаю, я вот, к сожалению, не отслеживаю все процессы, происходящие в церкви в силу нагрузки в воинских частях, но надо посмотреть, может быть, по этому поводу есть какой-то официальный церковный документ или, может быть, выйдет какой-то официальный церковный документ. Насколько мы знаем, церковь учит, что крещение бывает только одно. Так и сказано апостола, одна вера, один Господь, одно крещение. И в символе веры мы поем «Бесповеду единое крещение», «Бесповеду единое крещение», «Восстанное греху», то есть единое. И даже те, кто крестились у других, у христиан, других конфессий, у католиков, у армян, григориан и так далее, мы заново не перекрещиваем их. Поэтому, если человек был крещен, то перекрещивать его был обогрев, считалось бы кощунством. Можно крестить человека, если есть серьезные сомнения в том, что он действительно был крещен. Допустим, родственники не помнят, есть какие-то данные, которые заставляют усомниться, что человек может быть крещен. Тогда священник имеет право покрестить заново, но добавляет такие слова «ащий не крещен», крещается рабожий. То есть, если не крещен, тогда это крещение будет считаться для него таинством. А если уже был крещен, то прежнее крещение и будет как раз таинством крещения. Ну, а потом, что касательно тех, кто крещен неполным погружением или даже обливанием, я думаю, что вполне церковный устав здесь надо допускать такой момент принцип церковной экономии, когда те или иные каноны мы в силу жизненных обстоятельств вынуждены соблюдать не во всей их полноте. Вот, к примеру, и многие каноны говорят, за какие грехи человек должен быть отлучен на какой срок от причастия. Но мы знаем, что в наше время это сложно очень применить, потому что склад людей другой, жизнь другая, и если мы будем направо, налево отлучать человека от причастия на долгие сроки, то и человек вовсе отпадет от церкви. Поэтому надо все делать с рассуждением. То же самое касается крещения. Если крестили при советской власти, ясно, что не везде были такие бапсистерии, не везде были даже такие купальни, чтобы погрузить человека полным погружением. Ребенка еще, может быть, можно было погрузить полным погружением. Взрослого очень сложно это сделать, и в наше время не везде есть условия, чтобы полностью погрузить взрослого человека. Хотя покойный патриарх и нынешний святейший патриарх многократно обращали внимание на то, чтобы при храмах строились бапсистерии, такие своего рода крестильни, где можно было бы человека погрузить полностью во время крещения с головой, то есть совершить полное погружение. Но ясно, что не каждый храм не сразу может это позволить. Вот, допустим, у нас у Муранова есть источник, у Артема есть купальный источник, и в Данилово, и мы там иногда крестим и гражданских, и военнослужащих, ранее не крещенных, полным погружением. А в храме совершить это сложно, потому что взрослого человека не посадишь полностью в купель, приходится его обливать, как бы. Поэтому не все зависит от священника, а есть определенные ситуации, обстоятельства, не зависящие от нас. И Бог смотрит на сердце человека, на намерение человека, и один и тот же поступок, но имеющий в себе разные мотивы, он может убого судиться совершенно по-разному. Допустим, если человек что-то делает не так, потому что не имеет возможности, с него один спрос, а если человек делает что-то не так, потому что он не хочет, небрежно относится, так сказать, несерьезно, выполняет те или иные обязанности, значит, с него гораздо больше спрос перед Богом. Поэтому я думаю, что если кто-то и крещен был в детстве обливанием или неполным погружением, или взрослым, будучи заново перекрещивать, не надо такого человека, но надо обратить внимание на то, чтобы помочь этому человеку по-настоящему церковиться, духовно крепнуть. Вот это вот будет важнее. А крещение, оно даже по неполным погружению, все равно действительно и истинное. Хотя, конечно, мы должны стремиться все-таки соблюдать то, что предписывает канона по возможности крестить полным погружением. И лучше младенчестве. И лучше младенчестве. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Отец Но я думаю, скажу и надеюсь, что я не ошибусь, что в большинстве случаев практика церковная такова, что святую воду мы стараемся по возможности пить натощак, но если у человека тяжелая болезнь или уныние, или какие-то скорби, или что-то такое неординарное, то тогда допустимо пить святую воду не натощак, чтобы благодать Божия уврачевала недуги, умиротворила страсти, дала силы, терпение, облегчила какие-то скорби, поэтому если болезни не находятся в какой-то крайне тяжелой стадии, а достаточно все терпимо, лучше святую воду тогда пить утром, а лекарство запивать уже обычной водой. Но если же человек в тяжелом состоянии, то, конечно, тогда он может святую воду пить в течение всего дня, и лекарство запивая, и так просто употребляя эту святую воду, ничем не смущаясь, можно пить, все зависит от того, насколько сложной ситуацией находится тот или иной человек. Мне хотелось сразу, пользуясь случаем, сказать несколько слов. Вот позавчера был праздник иконы Божьей Матери Избавительницы, это Афонская святыня, я расскажу буквально для вас, братья и сестры, случай из жизни. Один мой знакомый, который много нам помогал, помогает на воинской части, с кем мы вместе учились в школе, занимались спортом, когда-то он много лет назад у моей сестры купил дом вблизи деревни Годенова, где кресло шел с неба, где находится кресло, шедшее с неба. И так ему понравилось в этой местности, и он туда стал ездить, отстроился там. И вот однажды, 7 лет назад, 30 октября, возвращаясь в Ярославскую область сюда, в Подмосковье, он ехал по трассе, которая в какой-то степени обледенела, такие первые заморозки, и вдруг, а некоторые из вас знают, что Ярославская дорога, она идет такими холмами, какими-то изгибами, вот, есть такие места, где овраги по бокам, где болото, и в одном месте машина сорвалась, и он полетел в огромный провал, и успел только воскликнуть, «Матерь Божья, помоги!» Он очень верующий, человек и семья его, верующая семья была в машине, и вдруг, непонятно как, машина приземлилась спокойно, ровно на 4 колеса, с такой огромной высоты, не пострадала ни машина, ни люди, ни стекла, ничего, как будто кто-то ее поставил. Они только рты раскрыли, и он дрожащими руками, значит, стал раскрывать календарь. Как-то, и открывает 30 октября, новый стиль, как раз тот день, когда это произошло, и смотрит память, иконы Божьей Матери, Избавительница. И он мне сразу позвонил, а потом приехал, рассказал об этом, зовут Димитра, о Божьей Димитре, и говорит, давайте закажем икону такую Избавительницу. Я стал про нее читать, и оказывается, она была явлена на горе Афона, один монах, если не ошибаюсь, Мартиниан, он пришел в русский Пантелейбон в монастырь и принес с собой к Еленею такую икону. Она у него была в Кель, это было благословение его старца, монаха Феодолия. И вот в Греции периодически, ну как в любой стране, какие-то были бедствия, и в частности, в одном месте, около Спарты, налетели страшные насекомые, саранча, и выедали все, поедали все пассивы, посадки, невозможно было справиться с ними, люди начали было служить молебен об избавлении, и вдруг саранча это стала бросаться людям в глаза, и народ весь побежал в страхе. Стали молиться, потому что оставалась голодная смерть, не урожая, не будет ничего, и вдруг открыто некоторым праведникам было, что есть монах Мартиниан в русском монастыре, у него есть икона, которая избавит от бедствия, и попросили эту икону принести в этот город, и он согласился, вот принесли эту икону, стали служить молебен, вдруг потемнело небо, и увидели огромное количество птиц, такие птицы необычные, и они начали в страшной скорости плевать эту саранчу, и за какие-то считанные время всех истребельных насекомых поднялись опять как туча, и улетели в неизвестном направлении, словно и не было этой саранчи, словно и не было птиц, и все поняли, что это великое чудо, и к этой иконе подтянулись многие люди, а потом, когда она была, когда уже было принято решение на, в России, в Российской империи организовать обитель, создать новый Афон, в Абхазии, то было принято решение вот этой иконы избавительницы перенести на новый Афон как благословение старого Афона, новому Афону, и только ее принесли, стали служить первым молебен, и вдруг море возбудилось, и огромная волна выкинула на берег три тонны рыбы, то есть столько рыбы не было никогда, а народу очень много было на празднике, и получилось, все были обеспечены рыбой, эта икона помогла и царской семье, когда было крушение поезда, много других было, удивительных разных событий, и вот такую икону мы заказали на горе Афон в русском монастыре, вот ее привезли в Омский храм, прошедший воскресенье, как раз день памяти избавительницы, и крестным ходом прошли пять километров, у нас есть такая деревня Василева, станция Калистова, это от Софрина две остановки, и казалось бы, такая деревенька отдаленная, но меня очень радует, что когда туда не приедешь, у нас там есть маленький такой храмик, как молитвенная комната, то есть с какой охотой люди идут молиться, с какой охотой они ждут, молятся, поют, то есть фильмы духовные показывают, насколько вот у людей жажда к вере, и меня это радует, когда вот чувствуешь, что то, что ты делаешь, востребовано нужно, что это приносит пользу, и нам, вот это радует, людям радостно от того, что мы приезжаем, и нам радостно от того, что наше служение людям дает пользу. Ну, батюшка, это еще и вас лично любит, я знаю, что всегда, кто с вами встречается, потом хочет еще раз, еще раз приехать к вам на службу, это так, это так, потому что благодать особая, и ваше доброе сердце, вы подвижник, батюшка, к нам дозвонились еще, алло, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка, благословитель. Добрый вечер. Батюшка, вот известно, что православным необходимо быть в воскресенье, на литургии в храме, а вот это делать, если из-за работы никак не получается, это же получается, что нарушается заповедь, вот не хотелось бы. Ну, я уже, спасибо вам, я уже говорил сегодня, что Бог смотрит на сердце человека, и один и тот же поступок может оцениваться Господом по-разному, в зависимости от тех обстоятельств, в которых находится человек, поэтому огромная разница, если человек не пошел в храм по линии, по беспечности, по лекомыслию, конечно, это грех, и тяжелый грех, кому церковь не мать, тому Бог не отец, сказанного святых, вот, и другое, совсем другое дело, когда человек и рад был бы пойти в воскресенье в храм, но не имеет такой возможности в силу тех или иных обстоятельств, может быть, он сидит с больным человеком дома, или совсем с маленьким ребенком, которого не, по тем или иным причинам, там, не получается взять храм, или, допустим, работа какая-то по сменам, по независящим обстоятельствам, человек вынужден выходить в воскресный день в свою рабочую смену, поэтому, что можно сделать в таких случаях, есть два момента, даже три надо упомянуть, во-первых, если не получается в это воскресенье, значит, тогда можно пойти в храм в какой-то будний день, или в субботу лучше, потому что субботу... На всеночную. На всеночную, и на вечернюю службу, на литургию, да, само собой, было бы хорошо пойти в субботу вечером на всеночную, потому что это есть часть службы воскресного дня, ну а так сам воскресный день заменить посещением храма какой-то из других дней, потому что в городских храмах, в монастырских храмах почти каждый день служится литургия, и поэтому хоть раз в неделю важно быть на литургии. Во-вторых, некоторые из вас, братья и сестры, заметили, что бывают продажи таких книжиц, книгах, где есть членопоследование богослужения для мирян, то есть вот та же воскресная служба отображена в том виде, в каком Мелемин может вычитывать ее дома в силу того, что он не сумел, не смог пойти в храм по каким-то независимым обстоятельствам, то есть можно дома вычитать воскресную службу, понятно, литургию человек не может вычитать, но можно вычитать обедницу, можно вычитать каноны и так далее, воскресные все, поэтому вполне можно дома более сугубо помолиться, вечером, допустим, пришел человек с работы в воскресенье, вот, и ясно, что утром не попал, работал, был на работе, ну что делать, ты заодно вечером постарайся вычитать воскресную службу в той песне, кафе с воскресеньем Христовым, тоже можно вычитать, или что в той мере, в какой тебе по силам, и это будет уже хорошо, ну и конечно, когда бываем на исповеди, надо тоже не забывать упоминать, если действительно не получалось в воскресенье пойти, хотя бы на исповеди каяться, Господи, прости меня, в силу обстоятельств вынужден был пропустить воскресную службу, дай мне, Господи, возможность в дальнейшем все-таки расподобиться быть на воскресной литургии, вот это очень важный момент, поэтому надо все делать с рассуждением, если человек не смог и желал бы, а не смог, то я думаю, что Бог не осудит такого человека, а компенсировать можно таким-то другим днем, когда есть возможность беспрепятственно пойти в храм, я еще сразу пользуясь случаем скажу, что у нас впереди большое торжество Муранова, это память Казанской иконы Божьей Матери, пройдет всего лишь два дня и великий день для всей нашей России, который в нынешнее время на государственном уровне отмечается как праздник народного единства, согласия, как память освобождения Руси от польско-литовских интервентов, 4 ноября, память Казанской иконы Божьей Матери, почему для нас это особый день? Дело в том, что Мураново усадьбе, первый храм был создан генералом Любовым Васильевичем Энгельгартом с 1818 по 1836 год Казанский. Источник старинный Мураново, он тоже Казанский, нынешний храмный источник тоже Казанский, поэтому это один из наших престольных праздников. Первая икона, которая была внесена в Мурановский усадебный дом, Казанская, икона, которая сопровождала поэта Федора Тютчева как материнское благословение на протяжении всей жизни тоже Казанское. И поэтому мы торжественно служим в этот день с утра литургию и 4 ноября в этом году тоже будет с полдевятого литургия, а затем в 11 часов мы пройдем крестным ходом на источник, как это делаем каждый день, и на источнике служим молебен, водосвятие, торжественно прочтем молитву в расцарении недугой болезни, а потом будет общая праздничная трапеза. Поэтому я вас, братья и сестры, рад пригласить на такое предстоящее торжество память Казанской иконы Божьей Матери к нам, Мураново. Это в Казанском храме, не в Александра Невского? Это будет Мураново на территории музея Спасский храм, потому что Казанский храм на источнике он маловат. Если служить, люди не уместятся. А усадебный храм он более вместительный, поэтому каждый желающий сможет туда приехать и многие из вас уже были, бывают у нас Ярославского вокзала, электричка на Сергиев Посад до станции Шукина, далее автобус 34-й до остановки музей-усадьба Мураново. И там храм наш на территории музей-усадьбы, поэтому будем рады видеть вас на предстоящем торжестве. У нас на источнике есть такая одна святыня, один офицер передал нам Казанская икону старинную в одном месте я не могу сказать точно были ли военные действия или была бытовая ситуация у военнослужащих была икона Казанская и был сильный пожар. Эта икона была вся почерневшая до пожара. И они ее вроде бы хоронили, но не видно было ни лика, ни руки, ноги, ножки спасителя, ничего не видно было, черные пятна. И вдруг после пожара когда все сгорело дотла, все стали разбирать, икона не только не сгорела, обновилась абсолютно, и все дивились, как это дерево не сгорело, и более того ушла вся чернота. И мне лет 10 назад передали эту икону с великим благоговением эти войны передали, и я ее повесил на источнике Муранова. Это вот Казанская икона, это вот случай из нашей реальной жизни, даже не из книг, не из каких-то басен, легенд, а вот как бы жизнь сама подтверждает, как часто в нашей жизни действует промысел Божий, действует чудо Божие для того, чтобы нас духовно укрепить, укрепить вере. Ждет наш радиослушатель. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, ведущая, мне бы хотелось немножечко сказать об иконе Божьей Матери Звоведеница, и вот услышать батюшка ваш такой, хочется всегда какого-то утешения, что-то такого радостного. Я по своего рода деятельности очень много езжу, вот, и однажды по работе я была в Подмосковье, и выдалась такой, значит, случай, заехать к близке приятельности. Я ей позвонила, говорит, я здесь рядышком, она меня пригласила косяку попить. Пока мы посидели, поговорили, она говорит, послушай-ка, она занималась на выставках, они продавали иконы, там тоже много ездили, вот, и у нее оказалась фотография Божьей Матери, я просто мало в этом вот как-то понимаю, сама совершенно не разбираюсь, на холсте, то есть ее сфотографировали, к своему стыду не смогу сейчас точно сказать, но, по-моему, Нижегородская епархия, Крестовозвиженский монастырь, и там находится чудотворный образ Божьей Матери-Избавительницы, и вот с нее, значит, сфотографировали, и, ну, на холсте, значит, это фотография, вот, такая огромная, в общем, большая, вот, и она говорит, вот, я теперь ничем не занимаюсь, возьми, передай ее в храм, батюшке, я ездила тогда в Царство Небесное, батюшка отец Сахи изпочил, ныне, вот, и она говорит, передай в этот храм от Сахи, я взяла ее в рулончик, а потом думаю, ну, что же я ее буду так отдавать, вот, в рулончик, что же они все делать будут, наверное, киот надо сделать, вот, ну, я человек не богатый, денег у меня нет, но я работала в организации, которая, у нас была бакетная мастерская, я обратилась к настоятелю, вот, говорю, уж какой-нибудь киотик, так вот, чтобы хоть хорошо так сделано было, вот, объяснила ситуацию, и, вы представляете, когда я ее увидела, я обомлела, они сделали, значит, огромный киот, белоснежный, красивейший, все так выполнено, все, ну, просто чудесно, я позвонила, мы привезли эту икону Божьей Матери туда в храм, встретили ее со свечами, она очень большая, и что интересно, у батюшки отца Сахи храм нерасписанный, он белый, и вот, я-то ведь об этом не говорила, и получилось так, что киот белый, просто под храм, вот, знаете, вот так вот, ну, как под интерьер, если можно так сказать, вот удивительно, вот таким образом, икона Божьей Матери, Звавительница, оказалась вот в нашем храме, у отца Сахи. Спасибо, Господи, это уже такой назидательный случай, весьма много в жизни бывает ситуаций, когда Бог через те или иные святыни, через те или иные события, заставляет нас, и не только нас, и людей далеких от церкви, сомневающихся, задуматься о том, как промысел Божий действует в нашей жизни, для нашей же пользы. Поэтому, стоит чуть-чуть глубже посмотреть на какие-то жизненные процессы, и тысячу раз убедишься, что, насколько милостив Господь нам, и насколько Бог любит каждого из нас, и каждого у нас пытается сподвигнуть к вечному, блаженную жизнь, к спасению души. Я, пользуясь лучшим братьям и сестрам, хотел каждого из вас поблагодарить за то, что многие из вас оказали помощь нам на храм святого Ильи Пророка. Деревня Аксенкова, моя деревня, откуда родом я, мои близкие все, это три километра от села Годенова, и километр три-четыре от села Антушкова, связанных с животворящим, нерукотворенным крестом Господа, сошедшим с небес в XIV веке. В нашей деревне когда-то была часовня, разрушенная в 1937 году, а уже в наше время мы восстанавливаем там храм пророка Ильи, и вот благодаря вашей помощи мы в этом году и крышу покрыли, и стекла вставили, и окна, и даже купол недавно освещали, с благочином Петровского округа, Ярославской митрополии, поэтому я очень рад. Ну, а сейчас нашей части пришло много новобранцев, поэтому кто и захочет из вас помочь, там для солдат крестики, иконки нательные, поясажевые помощи, евангелия, молитвослова, карманного формата, диски, книги, духовные, патриотической тематики, ну и подарки, чтобы поддержать ребят, что они не забыты, зубные пасты, зубные щетки, бритвенные станки мыла, сладости, шашки, шахматы, гитары, спортивные монетары, утюги, чайники, вообще пользуясь машинки, стричь волосы, это очень для нас будет немалая поддержка для бойцов, для наших воинских частей. Важно помнить друг о друге и поддерживать тех, кто нас защищает. Да, батюшка, вы всегда заботитесь о своих солдатиках, как родной отец. А мы тоже благодарим, дорогие слушатели, всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Мы действительно держимся исключительно вашей помощью. Больше у нас никого нет, никаких не спонсоров богатых, ничего, только ваши копеечки. И вы можете не только переводить киви-переводом, но прямо приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1. С 12 до 6 часов здесь всегда кто-то есть. Вы можете и пообщаться, поговорить, и посильную помощь внести. Благодарим всех слушателей радиостанции «Радонеж» за молитвы о нас и жертвователей, за материальную помощь. Это и прихожане храмов Москвы и Подмосковья, храм Серафима Саровского и новомучеников российских, это город юбилейный, Московская область, храм Никола Архангельский, город Балашиха, троицкий храм, село Ивашово Московской области, храм Гребневской Матери Божией, село Гребнево Московской области и другие. Спасибо всех, Господи! И приходите, пожалуйста, сюда, Пятницкая, 25, строение 1, Дом радио. С 11 до 6 часов всегда здесь кто-то есть. И вот, батюшка, нас ждет радиослушственного, нам надо помолиться, как вы благословите? Приняемся, позвонок, да? Алло, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка, благословите. О, благослови, добрый вечер. Батюшка, по моей натуре у меня очень много друзей, и, как правило, при встрече мне в большинстве случаев что-то обрадает. И недавно поймал себя на мысль то, что я с ними встречаюсь в большинстве случаев из-за того, что они мне что-то давят. И так как я считаю, что это отчасти неправильно, это от лукавого. Объясните батюшка, что это за чувство? Да, ну, спасибо, Господи. Это тоже важно обратить внимание, как бы, потому что многие люди выстраивают взаимоотношения с другими лицами в поисках некой выгоды. И в итоге получается, современный человек зачастую живет так, что с кем выгодно я буду общаться, с кем не выгодно, мне человек безразличен. Пусть он хороший, добрый, но он для меня несуществующий, потому что мне от него нет пользы. Это неправильно. Поэтому важно помнить, что порой какие-то, казалось бы, безобидные вещи могут перерасти у человека в крайние формы и проявляться в виде страстей, появляется какая-то тяга. Конечно, худого нет, чтобы получить подарок, чтобы подарить подарок, но когда это входит в такую уже привычку навязчивую, когда человеку хочется каждый раз что-то получить новое, какие-то блага, и ради этого он выстраивает отношения, не пользуется этим, конечно, это уже грех. Это не на пользу, потому что каждая страсть, она удаляет человека от Бога и делает человека рабом греха, рабом темных бесовских сил. Поэтому надо в себе это преодолевать. Как-то силой воли и, конечно, молитвой. Я вот у одного из святых читал как-то, что, оказывается, когда мы от кого-то получаем подарок, нечего так, как бы, так сказать, для нас это безоблачно, значит, мы обязаны за этого человека молиться. А если мы, получив подарок, как бы не молимся за этого человека, мы остаёмся перед ним в долгу. Один был старец, сказанном в одной книге, он любил подарки, его любили люди, как вот много он принимал подарков, но за этих людей молился мало или почти не молился. И вдруг видит такое видение ночью, огромное поле, и, значит, у него в руках серп, и рядом стоят такие стражи, и говорят, пожинаешь дни. И он начал пожинать это поле, вот, сил не хватает, он уже весь мокрый, с последних сил падает, и они его всё сильнее и сильнее заставляют. Он кричит, Господи, больше не могу, не хватает сил. И вдруг он слышит голос, ты же подрядился сжать всё это поле, а силы тебе нет, значит, ты обманул. Так ты взял у людей подарки, и они обнадёжили, что ты будешь за них молиться, а вот ты молитву за них не совершаешь. Поэтому ты взялся за дело, а его не выполняешь до конца, на тебе грех. И он очнулся и понял, и записал, что если мы от кого-то получаем какие-то безвозмездные дары, в том числе и подарки, не только подарки, значит, мы перед этим человеком в молитвенном долгу, мы обязаны за нём молиться. А если мы что-то получаем и даже не молимся за человека, то тогда на нас как бы лежит такая вот, в какой-то степени непорочная греховная ответственность. А отказываться ведь нехорошо от подарков, Батюшка? Я думаю, что не обязательно отказываться, но надо помнить, что если ты христианин и берёшь подарок, то ты вправе его взять, но ты обязан помолиться за этого человека. Вот так вот более правильный подход. А передаривать можно? Передаривать, если это не какая-то такая вещь, в которой человек, может быть, вложил свои силы, души, всё, в надежде, что мы будем хранить её всю жизнь. Если вот это не предоставить дарителю боли душевной, мы не нанесём какую-то рану, наверное, можно и передарить кому-то. Вот так вот. Спасибо, Господи. Помолимся попозже, примем звонок, да? Да, да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, да, батюшка. Да, да. Говорите. Да, да, добрый вечер. Благословите, батюшка. Благословите, батюшка. Да, да. Говорите. Благословите, батюшка. Отойдите от приёмника и говорите. Благословите, батюшка. Бог благословит. Я от приёмника, простите меня, пожалуйста. Вот у меня есть мучатый племянник. Этот племянник дружил с девушкой. Ну и что у них там произошло, я не знаю. Но тут вот они расстались, и при расставании она ему сказала, что она попадет к знахарке, и ему будет плохо. А теперь вот у него какие-то неприятности начались. Что теперь делать ему, а? Все господи, ну такие случаи бывают неоднократно, потому что мы знаем, что демоны, темные силы, могут воздействовать на человека через тех людей, которые заключили союз с этими темными силами, а это в частности знахари, колдуны, чародеи, маги, экстрасенсы, вероэнергетики, бабки, которые лечат заговорами и так далее. Подобные лица, связанные с темной оккультной силой. И, конечно, их действие может повредить человеку, но не каждому. Если человек живет духовной жизнью, молится, исповедуется, причащается, приносит покаяние, старается бывать в святых местах, если он соблюдает святые посты, избегает грехов и смертных, то мы верим, благодать Божия его ограждает. Но, к великому сожалению, что вот такую достойную духовную жизнь, соответствующую, редко какой человек проводит, поэтому часто бывает, что человек действительно может пострадать от действий темных бесовских сил через злых людей. Поэтому надо, в первую очередь, обратить внимание на то, чтобы упорядочить свою духовную жизнь, чтобы он пошел в храм, покаялся в своих грехах, может быть, за всю свою жизнь покаялся, подготовился должным образом к причастию. Если у него были смертные грехи, в частности, блуда, должен понести какой-то покаянный труд, хотя бы 40 дней почитать покаянный канон. Должен стараться как-то исправлять свою жизнь, избегать мата, избегать телевизора, ограничить интернет и так далее. Ну и, конечно, я много раз упоминаю о том, что среди святых есть угодники Божии, которые помогают от бесовских сил, нападок бесовских сил. В частности, святой мученик Трифон, святитель Лев Катанский, такой великий угодник Божий. Ну и, конечно, святые мученики Киприана и Устина. Поэтому было бы правильно этому человеку взять благословение у священнослужителя в храме и 40 дней почитать Акафис, святым мучеником Киприана и Устини в домашних условиях, постараться сделать это каждый день, прочитывать, и это даст определенную пользу. Ну и, конечно, научиться ограждать себя пищу крестом, постель крестом. Если есть какие-то вещи от сомнительных людей, постараться из дома удалить эти вещи, потому что все на себе несет какой-то духовный след, последствия. Поэтому надо обратиться к молитвенной помощи мученики Киприана и Устини, и надо самому проводить духовную жизнь, начать проводить духовную жизнь. И тогда Господь его укрепит, даже какие-то изначались скорби, болезни, потому что постепенно все будет выравниваться. Спасибо, Господи. Мы примем еще звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос, батюшка. Среди моих добрых знакомых есть много иноверцев. Батюшка, как Вы считаете, можно ли поздравлять их с религиозными праздниками, с их религиозными праздниками? Или это будет считаться отступлением от веры Христовой? И, в свою очередь, принимать от них поздравления с нашими христианскими праздниками? Спасибо, Господи. На этот вопрос есть разные взгляды, как бы. Но вот я... Времени у нас немножко ограничены. Я скажу, что многие из Вас знают, есть такая книга, старец Силуан, преподобный Силуан Афонского, чьи мощи не так давно привозили в нашу столицу, в наше Отечество. И вот он говорит к миссионерам, которые шли проповедовать к иноверцам, к язычникам, ну, то есть к тем людям, которые не познали Христа. И он говорит, если Вы, придя к этим людям, к чуждым Церкви Христовой, чуждым православной веры, начнете говорить им сразу, что вот это Вы делаете не так, это не так, в этом Вы заблудились, в этом Вы отпали от Бога, Вы их озлобите, Вы не сможете донести до них истинное Слово Божие. Постарайтесь делать по-другому, найдите то, что в них есть хорошего, и скажите, что вот молодцы, что вот в этом Вы поступаете правильно, в этом поступаете правильно, и в этом... А вот тут и тут в дальнейшем, может быть, надо бы сказать, что надо бы исправить все-таки. Поэтому так и тут, и, конечно, если мы будем отчуждаться от иноверцев, мы никогда не приведем их к вере. Поэтому надо руководствоваться словами апостола Павла, что он говорит, было для иудеев, как иудеев, для эллинов, как эллин, чтобы спасти, привести, и не хотя бы некоторых, да. Так и тут, я думаю, что греха не будет явно, если мы кого-то поздравим с праздниками других национальных традиций, с целью того, чтобы человек лучше расположился к православию, с целью того, чтобы нас, христианах, он увидел не ненавистников для себя, а тех, кто любит его, даже несмотря на то, что этот человек не является христианином. Вот такой будет правильный евангельский подход. Дорогой батюшка, с Вами Леонид Коншин, рядовой космических войск, соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил. Вот он целый эфир слушает Вас, и как и я слушаю тоже с большим вниманием, но благословите ему задать вопрос. Конечно, конечно. Вот, Леонид, скажите, что для Вас армия, Вы служите год теперь, да? Да, да, да. Вот, скажите, что для Вас армия, что для Вас церковь? Армия для меня, это прежде всего школа жизни, которую должен пройти каждый молодой человек. Я очень горжусь тем, что пошел служить в армию. Я думаю, что нельзя пойти дальше по жизни, не отдав долг своей родине. Вы так думаете, да? Я так думаю, да. А одного года достаточно? Вы уже, как бы, приобретаете те навыки, которые должны? Вот, боец, Ваш, военно-воздушных сил. Да, конечно. Успеваете? Успеваю. Я думаю, достаточно. Достаточно год? Да. А мне кажется, так мало. Вот у меня муж служил три года. Ну, это я так думаю. Да? Успеваете? Все. Сколько Вы служите? Четыре месяца. А, четыре месяца. Ну, Вы еще, как это называется, молодой, да? Да. А потом у Вас старики идут, да? А что для Вас церковь? Вы верующий, из верующей семьи? Конечно, да. С рождения. Хорошо. Церковь, прежде всего, для меня это любовь, хождение в храмы, слушать и читать молитвы, жить доброй жизнью, поступать с ближними так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ой, церковь, это добро, все самое чистое и искреннее для человека. А если другие Ваши знакомые, Ваши сослуживцы не веруют и поступают жестоко? Ну, даже не знаю. Я бы с ними не общался бы тогда. Просто не общались бы все, да? Да, просто не общался бы. А они Вам не навязывают свое мнение? Или Вы отстаиваете свое? Я отстаивал свое мнение. Ну, я думаю, Леонид, Вам повезло, что с Вами рядом такой батюшка замечательный. Да, да, конечно. Вы сейчас ему как помогаете? Конечно, помогаем. Вы не относитесь к Насгвардии, да? Нет, нет. Да, да, да. Это там рядышком Софрина, Ваша часть. 9-я дивизия противоракетной обороны, которая защищает весь Московский регион от нападений ядерных баллистических ракет. То есть, если бригада Софринская защищает от внутренних врагов, то дивизия Софрин-1 гарнизон защищает от внешних врагов. То есть, вот такие вот части, имеющие значение в масштабах всей страны и внутри, снаружи. Бог нам дал вести в них работу. У Вас же скоро праздник, батюшка, да? Там раньше это день МВД, по-моему, был? Да, да. 8-го или 10-го? 10-го. 10-го ноября. 8-го ноября у нас день памяти погибших. Димитрия Солонского. Это значит масштабах всей страны. У нас есть 7-й апреля, день памяти погибших воинов Софринской бригады. А 8-го ноября это день погибших военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД в масштабах всей страны. А мы тоже будем проводить мероприятия, будем собирать помощь для семей погибших. Будет у нас в Ашупино на станции, в парке погибших мероприятие. Поэтому мы будем рады, братья и сестры, видеть вас на этом событии важном для всех нас. Спасибо, Господи. Батюшка, эфир почти заканчивается, но еще кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раб Божий Андрей. Бог благословит, помоги Господи. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Один человек был в секте и там скончался, но был он крещеный. Можно ли его будет отпевать? Спасибо, Господи. Мне кажется, что, наверное, отпевать не стоит, потому что если он был там осознанно, если он отрицал православную церковь, а сектанты, как правило, не только отрицают, но и православие настроено крайне враждебно, ненавистно православной вере. Если сам себя человек отторг от церкви, от живого Бога и был в таких ложных заблуждениях, то, наверное, отпевать не стоит. Если он был там просто по невежеству, как иногда завлекая старых или малограмотных людей, может быть, еще допустимо служить там панихиду, литию или даже отпевание. А если был там осознанно, то отпевание пользы ему не принесет. Спасибо, Господи. Батюшка, у нас остается буквально несколько минуток. Все-таки помолиться нужно. Вот это о наших жертвах, о здравии. О здравии, спасении архимандрита Дмитрия, болящих протерилизаций. Александра, протерего, протеревалирия, Евгения, Кирилла, Зиновия, Константина, Виктора, Марии, Виктора, Машки, Татьяна, сочадами, Младенца, Матрона, Аполлинарии, Роковица, Златы, Ирина, сочадами, Андрея, Алексея, Зоя, Тамара, Анатолия, Патине, Ларисы, Антонина, Антонина, Петра, Петра, Екатерина, Александра, Наталья, Вадима, Марии, Марии, Михаила, Владимира, Людмилы, Веры, Василия и рабов Божих. Протерия Александра, сочадами, Монахини, Нилы, сестрами, Анны, Михаила, Болящих, Марии, Ольги, Татьяны, Сергея, Артемия, Алексея, Марии, Марии, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Михаила, Елены, Роковица, Любови, Николая, Николая, Александра, Надежда, Людмила, Галина, Таисия, Роковица, Ники, Геннадия, Валентины, Валентины, Лидии, Ио, Покоение. Батюшка, еще о здравии тяжелоболящих Валентины, это мне звонил доктор, он сейчас больной лежит в реанимации, Валентин. Помоги Господи, дорогие Божие тяжко боляющие Валентины. А теперь о упокоении. Монах Георгия, Архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокия, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисия, Надежда, Василия, Галины, Бориса, Архимандрита, Дионисия, Марии, Людмила, Людмила, Маргариты, Ольги, Вячеслава, Алексея. Царство небесное, вечное покое. Царство небесное, дорогой батюшка, я вам безмерно благодарна, что вы сегодня были с нами. Хорошо, что вы приехали не один, а с Леонидом Рядовым. Он тоже ответил нам, это очень интересно, как молодые относятся. Замечательно совершенно. Батюшка, приедете еще к нам? Конечно, приеду. Тогда благословите всех нас, кто слушал. Бог благословит всех вас, дорогие друзья. А я благодарю. И оглашаем всех на наш приход и в нашу воскресную школу, и учеников, и преподавателей. Спаси всех, Господи. Спаси, Господи, дорогие слушатели. До новых встреч. Храни Господь. Субтитры сделал DimaTorzok